Лето, жара. Так хочется нырнуть в прохладу речной воды. Но если взрослые сами в ответе за свою жизнь, то дети обязательно должны быть под присмотром. Выездные рейды по водоемам Новошахтинска показывают. Большинство жителей все-таки понимают, случиться с ребенком может что угодно. И здесь главное вовремя прийти на помощь. А если дети предоставлены сами себе? Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Вера Тедеева звонит маме подростков. Оказалось, что дети ушли на речку без спросу. Результат такой беспечности – административный протокол. Летний период – это когда каждому человеку хочется окунуться, на солнце побывать не хочется. Поэтому активную работу, как комиссия по делам несовершеннолетних, администрация города проводит по работе профилактики нарушения людьми запрета о купании в несанкционированных местах. То есть в Новошахтинске 9 водоемов. Из 9 водоемов есть только одно место для купания. Это оборудованное место. Поэтому мы постоянно ездим, регулярно, каждый день выезжают комиссии. Даже субботу-воскресенье комиссии состоят из межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних, инспекторов, полиции, ОПДН, отдела по работе с населением, ГОЧС города Новошахтинска, родителей, учителей, совета отцов. Очень часто происходят случаи утопления как взрослого населения, так и детей. И наша задача – это проведение профилактической работы. Профилактическую работу мы проводим в школах, в детских садах, работая с населением вообще по территориям города. Точно так же профилактическая работа проводится у нас и по водоемам. На водоемах, несмотря на то, что, допустим, мы комиссия по делам несовершеннолетних, и если мы видим, что, несмотря на то, что просто сидят взрослые люди, отдыхают, загорают, мы обязаны подойти и рассказать им о том, что это запрещенное место для купания, что здесь купаться запрещено. Если мы выявляем несовершеннолетних, обязательно мы созваниваемся с родителями, приглашаем родителей, интересуемся у родителей, знают ли они о том, где находятся их дети, и приглашаем их для того, чтобы они приехали, забрали детей с водоема. Ну, а далее уже работают инспектора ОПДН, составляют уже, если родители знают или не знают, то есть они выявляют причину, почему дети пришли на водоем, и составляют административные протоколы. Но еще раз хочу сказать, что наша задача – это профилактика, профилактическая работа. Мы ставим в известность население нашего города, несовершеннолетних, и рассказываем им о том, что на водоемах купаться запрещено, потому что это несанкционированное место, здесь нет спасателей, здесь нет людей, которые могли бы оказать помощь. Несчастные случаи на воде в летний период – не редкость. Беда может случиться за несколько секунд, а потеряна будет целая жизнь. Если ваши дети хотят на речку, найдите время, отдохните вместе с ними, но только в местах, специально отведенных для купания. Продолжение следует...